Когда-то давно я заинтересовался пивом, в основном крафтом. Потрещать за такой напиток было очень здорово и прикольно. Думаю, что это было лет 10, и в то время как раз очень многие стали этим интересоваться. Ну, разнообразием пивным, так сказать. Крафт-депот-фест был одним из таких первых начинателей нового формата, когда устраивались презентации, дегустации, концерты. Ну, всё это вот в формате такого фестиваля. И вроде бы с каждым годом должно быть всё лучше и лучше. Но вот как-то 23-й год немного подвёл, как по-моему. С чем это связано, не знаю. То ли локация не особо подошла, то ли сезон такой попался уже почти зимний. Но мы себя ощущали на этом фестивале больше как на конференции. Но объясню. Мы всю ночь ехали на сидячках из Петербурга в Москву, затем около 6 часов ещё ждали начала фестиваля. Может быть, как-то это изменило впечатление. Ну, давайте-ка посмотрим, как прошёл второй день фестиваля Крафт-депот-фест 23-го года. Йоу, мы на месте. Ребят, ну чё, мы залетели наконец-то на фестивальчик. Вот у нас два опустошённых бокальчика. Взяли сначала хлопнуть по пивасику, и тут понеслась. Тут у нас, короче, пивное казино, походу. Вообще не прорваться, ребята. Пойдём, где-нибудь с краешки, ещё подойдём, посмотрим, хоть что там такое происходит. Одним глазком, ведь никто не знает, что такое пивное казино. Очень сложно понять, что там происходит, потому что толпа, сами видите, огромная. Я отсюда вижу только фишки вон в углу у парня. Больше ничего. Насколько я знаю, на всю эту тусовку надо было заранее записываться. Ну, то есть, вот, на пивное казино, и оно как бы стоит отдельных бабок, получается. Ну, а в остальном, конечно, в билет входит, типа, такая вещь, как пивасик. Ходишь спокойно, пьёшь без проблем. Субтитры делал DimaTorzok Ну, ребята, двигаемся к Zero Point. Очень интересно, как безалкогольное пиво производят, короче. Здравствуйте, ребят. Ничего себе, я поснимаю немножко. Да, пожалуйста. Я знаю, что у вас есть безалкогольное пиво. Вы в целом на нём специализируете. Да, первая в России безалкогольная полностью пивоварня. Это очень интересно. А как готовится безалкогольное пиво для людей, которые не разбираются? Вот, вкратце. Ну, у нас технология остановки брожения. Во-первых, мы делаем закладку золота меньше, чем на алкогольное пиво. Ну, ещё помимо этого, вот, например, мы их усварили на новых дрожжах канадских. Они очень крутые, позволяют как можно больше вкуса, что жрать, да? И при этом как можно меньше алкоголя выделить. У вас остался бортер и пейлэль. Пейлэль и ещё лагер. Базовый в чешском стиле лагер. Обычный светлый, классический. Светлый? О, здорово. Можно будет попробовать? Да, пробуйте. Рынок безалкогольного пива довольно узкий. Сами понимаете, да? Либо Хугарден, либо Балтика. Ну, вот как? Это сложно продавать вот такие новые форматы? Понимаю, что они не самые битчиповые получаются. На самом деле нет, не сложно. Качественный продукт продавать не сложно. Ну, Хорика рестораны оценивают по-достоинству. Да, да, да. У нас есть, скажем так, во-первых, у нас есть свой потребитель, да? Это люди, которые не пьют принципиально, либо по каким-то причинам. Идея очень хорошая, поэтому удачи вам желаю. Спасибо большое. Сейчас попробуем. Ребята, взяли мы, короче, лагерок. Ребята оказались сверхобщительные. Ну, лагер без алкоголя. Мягкий, приятный. Без алкоголя. Лизнем синдрома тогда немножко. Ну, если получится, конечно. Понятное дело, что цены привет, привет, дорогой. Чуть-чуть повыше, но, блин, лучше неприятно. Графи ли, Алеша, потому что съел моих ваших лагер. Сейчас, лучше портфель с блогером. Ой, да я только лагер с мандаринами. Лагер с мандаринами. И у меня всего один вопрос. Да. По соотношению с прошлым годом, насколько сильно увеличили продажи пиоварни синдрома? Специально обученный человек, вы с ним похожи прическами. Коротенький вопрос. Непровокационный. По соотношению с прошлым годом, в этом годе, увеличили объем продаж? Да. Насколько раз? Да, никто не проверит. Да никто не проверит. Два с половиной раза. Два с половиной раза. Ну все, это успех. Это у вас лагер с мандаринами? Да, наш новогодний релиз. Тамарчик с кинчи есть. И бельгийские эксперименты удачные. Спасибо большое. Лагер с мандаринами. Мы надеемся, что будет вкусно. Кстати, очень даже неплохо. Мы знаем, что у синдрома там есть свои приколюхи. Они там рецептуру отваривают с одними людьми. Людьми и потом это все как бы конфигурируют маркетингом и свой определенный бренд и начинают продавать. Поэтому в целом здесь очень даже прикольный, на мой взгляд, ну такой лагерочек. Кто знает в комментариях, напишите, чей это рецепт, потому что на самом деле очень прикольно. Ну а если вы удивились лагеру с мандаринами, то будьте готовы сейчас удивиться еще больше. Потому что это китайский крафт. Первый китайский крафт в России. Компания БАС уже с 2015 года в органе свое крафтовое пиво. Изначально вся их аудитория была исключительно молодежь. По деньгам, вроде обещаю, должен быть не дороже российского крафта. Но на вкус на самом деле действительно достойно. Нас немножко угостили вот этим вот пивом. Это вроде как пшеничное пиво со смантусом. На вкус превосходно, так что советую попробовать, пока все не разобрали. Мы смогли лизнуть даже немного китайщины на этом фестивале, что очень большая редкость. Сейчас идем попробовать дача брю. Очень интересно, что это такое. Ну как минимум попробовать. Можно вишенку попробовать? Вишенку, конечно можно. И один вопрос. А у вас есть что-то общее с Сидром дача производства? Вы совершенно... Мы Сидром тоже варим, но это просто совпадение названий. Погодите, погодите. Так у вас свое производство или заведение? У нас есть два заведения с производством. У нас одно в Малаховке. Малаховка дача грил. У нас есть второе, Новоарбат 28. Это ресторан, огромный ресторан, там на 300 посадочных мест, по-моему. На Новом Арбате прям целый этаж. Там тоже есть пивовары. Мы сейчас третье производство мы построили. Это пивовары, которые будут делать бутылки. Но пока еще не запустили, потому что это только отлаживание. Выглядит хорошо, на самом деле. Вишенка. Ой, что это за волосня? Ну, вишенка, что, с сиропом получается. Ладно, давайте лизнем. На вкус очень похоже на мурцубит. Но мы же понимаем, что это не ловно, правильно? Мы очень хорошо сварили. Очень хорошо. Она крепкий? Ну, 7. Нормально. Нормально. Спасибо. Ганзу. По-моему, Краснодар очень давно хотел хлопнуть. Прям интересно. 7 градусов. Нью-Ингланд. Он должен быть вкусным. Пахнет вообще, как Эдзе Даст. Но вкусно, но вкусно. Да, у них там своя сосок. Мозаик. Мородинский хлеб. А вот это хорошее. Вот это вкусно. Все, ганзериска. На этом фестивале очень много всякого интересного пива. Но очень сильно выделяется пивоварня Лиз Брю. Посмотрите, какие штуки интересные. Пил с... Плача его хлопнем. Он горький. Слишком горький. Но в целом, очень даже прикольный. Это вишневый пирог. Десертный, кислый. Пахнет очень интересно. Вот и слово это правильно расформировать ведьминский шаб. Собрание век. Ну, дело в том, что вся эстетика выбрана. Она выбрана создано. Потому что основательница пивоварни Лиз Брю. Она очень близко. И интересуется всякой вот этой мистической, исторической тематикой. Отсюда пошло название. Дальше вокруг этого схватилась большая классная дружная семья. А название «Сорток» — это всегда название песен и рок-баланк. И, собственно, это все песни рок-клуб, которые любят ребята. Я лично слушаю Максима «Руки вверх», поэтому я не все песни с ней знаю. Но, как мы говорят, это все рок-песни. Да на ничего себе! Я же тебе сказала, что чернуши, мне не повеют. Она прекрасна, Даня. Все? Карьера в гору? Получится, Монтролик. Все хорошо. Стихоль отличный. Вот устали, конечно, полна. Соткотов, спасибо. Совершающий бокальчик, мы торопимся. Что бы хотелось сказать? Ну, поначалу, когда залетаешь на фестиваль, тебе кажется, ну вот что-то как бы недоработали. Вот как будто как-то вначале на входе встретили не так. Ну, как-то со временем припеваешься и понимаешь, что в целом очень даже неплохо. Ну, это мне так кажется. Все, ребята были общительны, очень приятно. На вопросы отвечали. Толкать мне не было. Может, потому что это второй день? Вполне возможно. Год был насыщен на пивные фестивали. Все они были очень разные по своей сути, ну и в то же время уникальные по-своему. Депо тоже оказался по-своему хорош. Он оказался максимально прост, но есть и свои плюсы. Лично для меня плюсом стало то, что даже на второй день фестиваля производители были рады с тобой пообщаться. Потому что иной раз, замечу, люди даже в первый час начала фестиваля не особо общительны и не особо готовы что-то рассказывать. Это, видимо, только потому, что Крафт Депот умеет выбирать участников фестиваля. И это достойно похвалы. Поэтому спасибо всем, кто посмотрел этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, если стало интересно. Следите за новостями. Ну, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok